Я все лето проездил по всяким мероприятиям и сам толком так ничего и не сделал. Пора наверстывать упущенное. Сейчас как навалюсь и создам целую серию объектов, которые в дальнейшем украсят улицы Москвы. Впереди намечается новая вылазка. Погнали. Ну во-первых, это не Кадама. Уже хорошо. Потянуло на что-то новенькое. Тему этой работы пока раскрывать не буду. Все, что нужно знать, что это женский лик, который будет выполнен в нескольких цветовых решениях. Подумал, ну а что с одной ехать? По-хорошему, если делать, то сразу серию небольшую в размере нескольких штук. Все они будут созданы по одному трафарету и материал для их создания мой уже давно полюбившийся арголит. Перевожу на него основные очертания для того, чтобы потом быстренько выпилить все на ленточке. А где у нас ленточка? Все правильно. Урама. К нему-то я и отправился. Давненько мы здесь не были. Тук-тук. Здрасте. Немножечко распилить. Можно? Не совсем. Форма весьма заковыристая, но рамочу не привыкать. На этом станке напиливать арголит получается довольно лихо. Ну а что, это как-никак всего лишь прессованный картон. Да и для уличных работ он подходит как нельзя лучше. По многим причинам. Во-первых, по цене он намного доступнее, чем та же самая фанера. А это немаловажный фактор. Во-вторых, в обработке это просто сказка. Прошелся пару раз по краям, наждаком, да и все. Считай готово. Капитально сглаживать все края не обязательно. Так, чисто убрать торчащую перхоть. В итоге сколько у нас получается? Раз, два, три, четыре, пять. Да и я думаю этого достаточно. Основной цвет будет черный. А уже на нем изобразим все остальные элементы. Я взял обычную водоэмульсионку. На прозрачной основе черный пигмент показывает себя максимально сочно. Такой насыщенности, ну, просто невозможно добиться, если колеровать просто белую краску. Всегда будет получаться нечто серое. И не важно, сколько колера вы туда в бухале. Белая основа при любом раскладе заберет свое. А пока заготовки сохнут, приступим к выборке трафарета. Я сделал его таким образом, что вся черная основа держит изображение в цельном виде. Это исключает возможность как-то проебаться с пропорцией. И здесь у нас обычная трехслойка. И, как правило, с помощью нее, ну, не всегда получается передать узнаваемость персонажа. Но в этом проекте нам это как-то и не нужно. Мне и так нравится, как все выглядит. Более чем. Иногда простота исполнения смотрится намного выигрышней, нежели технически задроченный подход. По-моему, я здесь нашел золотую середину. Ну что, пора заливать. Я полазил по своим закромам и подобрал всевозможные, более-менее подходящие сочетания. Какие-то банки уже совсем полупустые. Блин, надеюсь на все хватит. Скоро все равно нужно будет подзатариться. Без вариантов. Нет материала, нет творчества. Тут уж не извините. Одного трафарета для того, чтобы залить тираж, все-таки маловато. На нем краска не успевает высохнуть, если делать все без остановки. Два экземпляра, конечно, бы ускорили процесс, ну, а так приходилось немножко подождать. Ну вы, в принципе, наверное, уже поняли. Сначала вливаю корону. Она у меня плюс-минус одного цвета. А вот личико, тут мало того, что другой цвет, так еще нужно подобрать второй оттенок так, чтобы он смотрелся органично. Где-то это получилось, ну, а где-то не совсем. Ну, а что поделать? Я двигался в очень ограниченной палитре. Выбор не особо. Бьюзал то, что есть. Ну, и как можете заметить, акцент был сделан в сторону монохромии. Во всех своих работах я всегда добиваю изображения кистями. И эти тоже не будут исключением. Пусть пока подсохнут. Он-то черный тебя обижает, да? Ну, ты ему тоже, блин, пиздюлей-то навешай. Че он тебя гоняет? Не ссы. Я с которым разговариваю? Че говорят? Жалуются его, обижают. Жалуются. Несен пришел, пол вот этого пакета сожрал. И еще, Игорь Михайлович, на! Его черный пиздит. Да, я знаю. Вон он там стоит. Да? Замирам сяд, да, короче? Да. Жри! Жри! Че вы сядь тут? Ну, вчера ставили клеиться, она, короче... Странно, не склеилась. А к чему клеишь-то? Ну, к коже-коже. Не, а к чему? К ножичку? Ну, вот. Ох. Ну, в итоге я подумал, а смысл двойную толстую? Точнее, ее и проклеил? Ну, ты сначала покажи, чего там это такое, это вообще в руках. Вот, вот. Вот это да! Шеф-нож. From hell. Че таким делать-то? Орков рубить? Христиан? Опять? Ну, а че? Ну, задача, я думаю, была выполнена. Ножик. Ножик, маленький ножик для масла. На самом деле, он был этот, как мне его товарищ принес, сказал, что дед после войны что-то им там ходил и ковал. Не ковал, а рубил. То ли иву, то ли орешник. В общем, для плетения корзины или еще чего-то такого. Ну, глядя вот так, это больше похоже на какой-то... Да на топор это похоже. Ну, да. Больше похоже на топор или на... Что-то мясное, да? Большого мясного, там знаешь, грубо говоря, барана там зарезал. Там копыт ему обрубить, там щелк, чтобы кости перерубить. Что сделать? Осталось сделать вот сюда вот так и сюда такую кнопочку. И все. А че с рукоять? Покажи. Рукоять... Рукоять венге. Наполированная здесь... Медяха. Медяха, да, конечно, она не шибко подходит. Хорошо пошла бы латунь, но везде пошарив здесь по гаражам и всем, у кого она могла быть, ее не оказалось. Были только вот такие латунные эти проставки. Здесь вот так видно медяшку. Ага. И латунные какие-нибудь? А, и латунные, да, пруток где-то там у меня был. Ну и все, что, рукоять и шлифовать. Заполировано, намашлено, завощено. Блогерничаете? Тоже, тоже блогерничаю. Когда видос ты новый? Ну, вот я надо подумать. У меня еще там два видоса, которые надо уже давно было выложить еще зимой. Но я их так до сих пор никак не выложил. Поэтому я не знаю, что вы начали выложить. Вот это? Или о том, как мы делали барную стойку там со всеми пирогами? А можно два сразу? Сразу два? Ну, с интервалом там в пару дней можно. Оху! Амбициозный молодой человек. А потом опять на пару месяцев пропадить, да? Да. Что я там говорил про затарку? Ну, уже давно пора. Все красло подошло к концу. И из-за этого повисло парочку проектов. В любом случае надо двигаться дальше. Я подобрал всю необходимую палитру. Благо, что у Артона она широкая. И подобрать нужные цвета никаких проблем не составит. Здесь-то у меня уже все на месте. Осталось только контура подбить. Ну и внести парочку новых оттенков. При помощи акрила. Из новых поступлений в данный момент мне понадобятся две банки. Обе с лаком. Одна с глянцевым, другая с матовым. Так как позиция новая и разливают ее в дефолтные емкости. Маркировка только снизу. Не совсем удобно, конечно. Но я уверен, что это только временные трудности. А пока выходим из ситуации вот таким способом. Вот такая красота у нас получается. Сейчас нужно покрыть их лаком. И у меня есть такая вот идейка прикольная. Попробовать несколько лаков и посмотреть, какой из них вообще лучше будет смотреться на них. Вот так вот. Здесь как будто, смотрите, земля, огонь и вода. Три стихии. Но я не планировал, конечно. Но получилось именно так. Это вообще лютое. Так вот. К чему я? У меня есть два лака. Один матовый, другой глянцевый. В общем, смотрите. Хочу глянцевым сделать, наверное, огонь. Матовый будет у нас вода. И у меня остались крополя ультимы. Думаю, короче, тоже матовый. На землю пустить. Такой эксперимент. Как положено, два слоя. Постараюсь не перелить, чтобы эксперимент получился максимально корректным. Самому интересно посмотреть на результат. Так, ну что я могу сказать? Вот глянцевый, да, вариант. Я думал, что он будет расстраивать меня больше всего. Но по факту мне очень нравится. Смотрите, как насыщенно получилось. То есть, все цвета вытащил. Это матовый. То есть, по бликам, да, можно заметить, что глянец и мат играют по-разному. Но на это и надо было рассчитывать. Ультима. Вообще, по факту, такое чувство, как будто никакого слоя и не нанесло. То есть, давайте сравним два матовых. Артон и Ультима. Ну, прям видно, что этот немного более блеклый. Вот этот прям насыщенный получился, а этот такой более блеклый. Не знаю, где хорошо это или плохо, но слой-то тут в любом случае присутствует. Вот сравните вот это покрытое, вот это нет. Разница есть, но не сильно, не шибко. Заметно. На остальные два тоже решил покрыть глянцем. Будучи очарованным этим глянцевым лаком, я решил закатать и остальные тоже глянцевым. Но понял, что что-то вот, допустим, на красный вообще не смотрится. Слишком бликует. Здесь тоже. Сейчас, короче, хочу комбинацию такую совершить. На глянцевый, навалить еще и матового сверху. Посмотреть, что получится. Хочется приглушить вот это безумное отблескивание. Ну, не к лицу оно здесь совсем. Так что же у нас впереди? А это хороший вопрос. На недавнем стикфесте я познакомился с пиксельбоем. Москва, Питер, наверное, замечали такую мозаику на улицах. Так вот это он. Мы договорились совместно выбраться на стрит. Так что ждите, я обязательно все зафиксирую. Погода незамысловато намекает на закрытие сезона. А это значит, что пора засесть порисовать. Что-нибудь интерьерное. Друзья, если вы хотите заказать у меня работу, то не стесняйтесь. Портреты, росписи, может быть что-нибудь поинтереснее. По этим вопросам пишите в любую удобную для вас соцсеть. Или на почту. Все контакты в описании. Для более детального рассмотрения получившихся работ рекомендую Инстаграм. Я уже туда все залил. А если хотите поделиться своими произведениями, то заливайте в группу ВК. Лайк, коммент и подписка – это по желанию. Но знаете, мне было бы очень приятно. Спасибо за внимание. До скорого. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я tot slowsens�etz с тобой.